Всем привет, друзья! С вами я, отец-одиночка Люкин. Кто не знал, у нас тут наступает апокалипсис. До конца света осталось где-то часов 17-18. Вот такие дела. Поэтому, как бы, все на панике. В городе орудуют бандиты. Армия сошла с ума. И каждый сам за себя. Ну, как бы, каждый сам за себя. А мы тут все друг за другом. Потому что мы, ребята, семья. И у меня есть дети. А я за них несу ответственность. Однако, 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 одного мальчика мы найти не смогли. Нашего Петю. Петечку такого желтенького маленького мы потеряли. Вот, значит, робот мой запеленговал его сигнал отсюда. Отсюда с этого дома. С руин нашего старого-старого дома. И как думаете, что мы нашли? Его телефон. Вот, пожалуйста. Телефон есть? Сына нету. И тем более нашел я телефон в канаве. Так, ну что? Что-нибудь, какие-то следы нашли? Нет? Эх, понятно, понятно, понятно. Так, ладно. Времени мало. Времени мало. Времени терять не будем. Ребята, все сюда, все сюда. Так, смотрите. Все, кроме... Так, секундочку. Саша, Саша, Сашенька. Слушай, а Флинтик у тебя самостоятельный уже? Ну, он же вроде взрослый. Пулять огнем умеет? Флинтик. Умеешь огнем пулять? Там, ну, чихать, жарить? Умеет. Саша, смотри. Я хочу дать ему первое задание. Так, Флинтик. Глеб. Вы должны угонать тачку. Да, ну, фиг ли. Военное положение. Кажется, там, за себя. И тем более потом мы вернем. Так, только, пожалуйста, какую-нибудь бесхозную. Ладно, все. Угоняйте тачку. Стой, стойте, 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 стойте. На этой тачке едете в деревню. Там забирайте рекса. Переезжайте сюда, чтобы он тут все обнюхал. И нашел следы. Либо не нашел. Надеюсь, что найдет. Понятно? Потом дуйте к нам там, где у меня причал. Понятно? Все, ясно. Отлично. Так, а мы тогда садимся на Лизу. Лиза превращается и на Грошка. И все по-быстрому сваливаем дальше его искать в других местах. Потому что времени мало. Мы должны собраться всей семьей. И спастись как-нибудь. Как? Еще не знаю. Какого? Где моя яхта? Где моя яхта? Не понял. Да тут стоял. Ребята, я клянусь. У меня есть яхта. Видимо, была. Огромная. Трехэтажная. Мы ее называли Ника. И куда она делась? Угнали, что ли? Зараза. Вот кто так делает, а? Угонять технику? Это что за человеком надо быть, а? А, да. Так, ладно. Все, не важно. Давайте, ребята, надо дождаться, в общем, Глеба с Флинтиком. И думать, да это что делать. Стоп. А кто это там такой едет? Ржавец? Не понял. А что стало с твоим грузовиком? У тебя шфуры шестиколесные были топовые из титана. Непрактично так на электричестве. Подожди, но не подзарядить. А что ты его на ядерном реакторе не сделал, как в прошлый раз, а? Тогда и передряжаться не надо было. Не, Калаги. Когда тебя это волновало? Ладно, что там? Какие новости? У нас тут ни связи, ни телека. Вообще сидим, вообще без вестности. Метеорит пытаясь бить ракетами, но ничего не вышло. О, нет. И чего? Прямо в центр нашего города упадет. Ё-моё. Так, подожди. Ну, мы просто закопаемся куда-нибудь, или мы не успеем, да? 12 часов. Да мы его ищем. Я отправил двух гавриков в деревню за Рексом, чтобы они там обнюхали всё. Ну, блин, ржавец, даже если мы его найдём, как мы успеем прокопаться так достаточно глубоко, чтобы нам спастись? Бомба-убежище военное? Офигенно! Стоп, подожди. Чё это там такое? О, нет! О, нет! Господи! Что? Флинтик? Глеб? Да вы дураки, что ли? Ё-моё. А если бы разбились? Ладно, хоть Ролл Сросс, он безопасный. Так, ну чё там? Какие новости? Так, Саша, 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 подожди. Ты ну дай сначала расспросить, потом поругаешь. Глеб, чё там с Рексом-то, а? Нашли Петю? Рекс всё обнюхал, ничего. Боё-моё. А чё Рекс сюда не привезли? Решили остаться в деревне? Так, ладно, потом их заберём. Сейчас мы покажем, давайте, на Ролл Сроссе. Или чё? Всё, да, сломался. Окей. В грузовик влезем? О, нормально, места дофига. Ну, знаете что? Мне нравится ездить всем вместе. Вот это вообще топово, всей семьёй. Всё, поэтому залазим. Так, я давайте за рулём. Всё, всё, внутрь, внутрь, внутрь. И такой замечательной семейкой погнали искать к нашему Петю. Я думаю, что рано или поздно мы его найдём. Обалдеть, ребят. Решил в качестве пассажира покататься. Ну, фиг ли. Он устал уже ехать от нашей деревни. Вау, везде огонь. Всё разрушено. Так, ну ладно, Саша, пожалуйста, ты девушка горячая. Води аккуратнее. Грошик, тем более, он, конечно, бегает быстро. Он может не успеть. Ржаяц, ну ладно, давай, рассказывай. Что там за бомбоубежище, а? Какие там фишки? В чём вообще суть? Там принимают пары с детьми. Так, стоп, подожди. Саша, аккуратнее, объезжай. Давай справа, объезжай. Там принимают пары с детьми, но у нас семья в основном из детей. Значит, нас примут. Да, думаю, реально примут. А ещё мы добазаримся. Я договариваться умею. Окей, да, правильно. Саша, объезжай около школы девочек. Тут налево, налево. Аккуратнее, пожалуйста. Ладно, пофиг, всё равно ржаю. Потом дочиним. Так, и чё? Получается пара с детьми. А как это бомбоубежище-то находится вообще? Оно окружено водой? Блин, ну вода вообще спасает. Оно действует, и сейчас, значит, там есть запасы. Блин, топово. Вообще офигенно бомбоубежище. Нужно, конечно, было своё построить. Стой, стой, подожди, Саша. Так, тут надо объехать, получается, где... А, дальше, едем дальше. Так, вот башня Нюкима. Заворачивает там налево. И потом сразу направо. Мимо участка полицейского. Так, значит, база под водой. Запасы есть. Как бы очень-очень глубоко. У нас есть ещё шанс спастись. Конечно, потом вылезем на поверхность, и там будет чёрт-то что. Но, главное, что вылезем, да, ребята? Начнём новую жизнь. Её, стой, стой, стой! Подожди, стой! Кот, ты по трупам едешь, блин! Ё-моё! Да это чё было-то вообще? Походу, мы молодцы, что свалили из центра. Так, давайте-ка по тротуару эти трупы подвинем маленько, и чтобы ты могла проехать. Блин, господи. А, ладно, стой там. Всё, мы уже доехали. Вон больница. Ребят, если чё, мы решили поехать в больничку. Ну, типа, куда мог ещё побежать Петя? Офигеть! Офигеть! Столько трупов! Военные мёртвые! Что тут было вообще? Чтобы военных грохнули? Трындец, не то слово. Так, оружие у всех есть? У меня только бластер, но, по идее, его должно быть достаточно. Рожать, у тебя что-нибудь есть? Так, короче, дети. От наших супер детей не отходим. Около Лизы ходим, около Саши и около Грошика. Всё, поодиночке не шастаем. А, ну да, ещё он может с Линьком тусовать. Он уже самостоятельный. Так, зовём Петю. Петя! Петя! Так, с кем тут была войнушка? Я вижу тут зэков и военных. Скорее всего, это всякие бандиты полезли из всех челей. Конечно, терять уже нечего. Нет, не надо доски ломать. Подождите, может, они нам ещё пригодятся. Аккуратнее. Петя! Петя! Господи, просто жесть. Прямо как в фильмах про пост апокалипсис. Даже хуже. Там хотя бы какие-то шансы. Стоп! Взрыв! Ё-моё, там стрельба! Там стрельба! Так, стоп, а чё там дальше? Там старый район. Магазин Виктория. Школа. Так, все в машину. Все в фургончик. Ладно, пофиг на трупы. Господи, потом похороним. Живо! Давай прямо по ним. Главное успеть. Возможно, Петя там. Так, тихо. Тише, езжай. Там стрельба какая-то. Ну-ка, все вооружились. Все вооружились. Кобздец. Ё-моё. Сколько трупов? Так, стоп, стоп, стоп. Бандиты отстреливаются от... Вики, мочите их! Мочите, мочите, мочите! Вали, Грошик, вали этого урода! Вали, 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 вали! Отлично, красава! Так, все, Грошик, там в фонтан залезь. Ничего, ты у нас огнеупорный. Саша, а ты просто целься поаккуратнее. Обалдеть, Вика! Живая, живая Вика! И Степа с нами. Ты, конечно, лысый, но все равно. Ух, как я рад, как я рад, Вика. Слушай, прости, пожалуйста, что мы с тобой поругались. Видишь, Степа, мы тебя вернули. Мы его освободили по УДО. Видишь, все нормально. Ух, ты живая, отлично. Еще и с дробашом, блин. Огонь, девка, огонь. Так, ну что, Вика, будешь с нами, а? Я тебе предлагаю вступить в нашу команду. Все-таки ты и наша семья. Ну, хватит уже, Юлий, хватит обижаться. Еееее! Так, ребята, все. Осталось найти Петю и все. Вся тима в сборе. Забираем Рексы, забираем Миланы и погнали из... Что? Петя с тобой? Да ладно, Петя! 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 Петя, ты где? Петя! Петя! Сашка, Сашка, нашелся твой муженек. Вот он. Только не бей, не бей, не бей. Ох, ю-моё, ёшки-макарёшки. Фух, кайф. Всех нашли, все живые. Так, стоп, ладно, потом пообнимайтесь. Хватит рыдать, хватит. Все живые. Отойдите, Саша. Мне надо расспросить. Ты где был? Ты где был? Пришел домой, там повсюду зэки. А, ну и ты в невидимость. Ладно, молодец, красава. Я... Да, это мы тоже узнали, что яхта уплыла. Ну ты, ты же... Ну ладно, ты уже все знаешь про апокалипсис, про метеорит. Так, ну а дальше? Подожди. А чё ты телефон делал в канаве? Мы вообще, блин, пересрались, реально. Взять ко... Ай. Ага, а раз ты не подумал? Мы его запеленговали и думали, ты все, утонул там. Мне тебя по канализации унесло. Так, ладно. Смотрите, ребята. Все сюда, все сюда. Магазин наш, это отлично. Вик, ты не обидишься, если мы маленько его обчистим, а? Ну, серьезно. Мы потом заплатим. Мы потом заплатим. Поэтому сейчас, значит, собираем припасы. Едем в деревню за Рексом, за Миланой. А дальше надо нам найти, короче, лодку. Надо найти какую-то лодку, потому что мою яхту угнали. И свалить на этот остров с бомбоубежищем. Так, ребята, все, давайте обчаем магазин. А чё, тут ничего не осталось? В общем, что есть, берем и погнали, думаю, в порт. Да, ребята, думаю, что в порту что-нибудь досталось плавающее. Стоп. Да как так? Добыть такого не может. Смотрите, сейчас повыше заберусь. Да не, ну не, ну хотя бы какой-то корабль должен был остаться. Да чё за фигня, блин, подождите. А там? И там ни одного. Да куда они все уплыли-то без нас? Зараза. И чё теперь делать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...